Надежда Савченко решила посетить Донецк. Минобороны республики говорят, приехала, чтобы навестись украинских пленных. Ну, ранее она предлагала план, как можно всех освободить, но реализовать его не получилось. Ну, что же теперь добиваются? Узнаем у нашего корреспондента. На прямую связь со студией выходит Артём Кол. Артём, приветствую. Вот есть информация, что украинские силовики открыли массированный огонь после сообщения о визите Савченко. Это действительно так? Антон, здравствуйте. Хотелось бы сразу отменить, что украинские силовики продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. И визит Савченко никак не влияет на эту ситуацию. Мы сегодня на протяжении четырёх часов ждали, когда Надежда Савченко приедет в тюрьму на окраину Донецка. В нескольких километрах от непосредственной промки, так говорят военные, где находятся позиции армии ДНР. И на протяжении четырёх часов мы слышали непрерывающуюся канонаду от взрывов тяжёлой артиллерии. Со стороны украинских силовиков шёл настоящий бой. И чувствовалось, что в любой момент ситуация может измениться. И мы ждали, что даже на территорию тюрьмы, где мы находимся, могут снова прилететь снаряды, как это было две с половиной недели назад. Даже там до сих пор остаются воронки. Примечательно, что когда сегодня приехала Надежда Савченко, да, немножко пушки украинские стихли, но ненадолго, буквально на полчаса. И вот снова мы сейчас слышим, и на окраине Донецка идёт бой, причём очень серьёзный, снова работает тяжёлая артиллерия. Но если говорить сегодня о визите Надежды Савченко на территории ДНР, я хотел бы подчеркнуть, что за последние три года это, наверное, самое важнейшее политическое событие. Ведь впервые политик украинский посещает территорию ДНР. Республики посещает, причём в сопровождении охраны представителей ДНР. Охрана довольно сильная, серьёзная, и нареканий на то, что Надежда Савченко чувствует себя не в безопасности, сегодня от неё не услышали. При этом сегодня она посетила действительно тюрьму, где содержатся военнопленные, которые попали в результате боёв в разных частях и в разное время. Это военнослужащие украинских сил. И хотелось бы отметить, что мы сегодня побывали в двух камерах вместе с Надеждой Савченко. Она заходила в каждую камеру с возгласом «Слава Украине!», на что военнослужащие Украины отвечали ей молчанием. Такая небольшая деталь, но очень говорящая. Примечательно, что Надежда Савченко сегодня посмотрела, в каких условиях содержатся военнопленные. Замечаний у неё не было, да и претензии в сторону представителей ДНР от военнослужащих, которые содержатся в этой тюрьме, собственно, нет. Единственное, попросили кипятильник, но по распорядку такие вещи запрещены на территории тюрьмы. Оно и понятно. Сейчас Савченко до сих пор остаётся в ДНР, она завтра ещё будет встречаться с представителями ДНР, чтобы решить вопрос, как в кратчайшие сроки обменять 34 военнослужащих Украины на представителей ДНР, вооружённых сил ДНР. Завтра эти будут переговоры идти весь день, как сейчас сообщают, пока не сообщая детали. Но когда уже Савченко закончила осмотр места, где содержатся военнослужащие Украины, пленные, она вышла к журналистам из тюрьмы и сделала заявление. Давайте его послушаем. Я нахожусь на оккупированной территории Украины с единственной целью – вытащить наших пленных. Я призываю лидеров нормандского формата совершить обмен всех на всех, который был ими подтверждён. Я хотел бы добавить небольшую деталь. Сегодня Надежда выглядела как действительно военнослужащий в брюках военных, в военных берцах. И её толстовка была в виде флага правого сектора – красно-чёрная. Но если говорить о событиях сегодняшнего дня, их довольно много. В частности, сейчас Донецк до сих пор находится на грани гуманитарной катастрофы. Дело в том, что с самого утра приходили новости о том, что фильтровальная станция, которая чистую воду поставляет более полумиллионов жителям Донбасса, сегодня прекратила свою работу в результате двухдневного непрекращающегося обстрела со стороны украинских вооружённых сил. Примечательно, что последней каплей стало попадание двух снарядов в непосредственной близости от бомбоубежища, где находились работники этой фильтровальной станции. После этого их эвакуировали в срочном порядке и больше они туда не возвращаются. Также в результате обстрела были повреждены части зданий. Снаряду угодили в резервуары с питьевой водой. Повреждены фильтры, которые очищают воду. А также снаряд повредил резервуар, где находится жидкий хлор. И его на фильтровальной станции запасов более двух с половиной тонн. Была даже небольшая утечка этого вещества. К счастью, удалось быстро приостановить. И сейчас это никак не повлияло на экологию региона. Но вот на данный момент жители Донецка, Макеевки и других городов, примечательно, что и часть городов, которые находятся под контролем украинских вооружённых сил, тоже остались фактически без воды. Вот в Донецке, конечно, запасы есть. Этой воды на несколько недель хватит. Но в кратчайшие сроки нужно, конечно, восстанавливать работоспособность фильтровальной станции. Украинские силы пока гарантии, что они нападать на ремонтные группы, не дают таких гарантий. Весь день ОБСЕ с ними беседовали. Но пока вопрос остаётся открытым. Когда же ремонтные группы смогут попасть на территорию фильтровальной станции? Антон. Ну что ж, будем надеяться, что всё-таки удастся как можно быстрее всё восстановить. Люди восстановят воду. И очень интересно, какие последствия будут после визита Надежды Савченко. Спасибо. С последними новостями из Донбасса наш корреспондент Артём Кол. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова